Чтобы помочь вам, чтобы вы смогли действительно добиться вот того, чего хотите, сперва нужно прояснить, какой именно помощи вы хотите получить от нас. Если эта помощь, например, касается того, чтобы менять человека, менять людей, менять его поведение, то здесь, к сожалению, мы вам, скорее всего, помочь не сможем. Потому что это непосредственно прерогатива другого человека. Это прерогатива мужчины. Если вы хотите сами что-то сделать, если вы хотите сами вести себя достойно, если вы хотите сами вести себя более ценностно по отношению к себе, например, то в этом случае помочь вам, безусловно, можно и, безусловно, нужно. В этом случае я полагаю, что можно проанализировать ваше поведение. В этом случае можно проанализировать то, что с вами происходит и подкорректировать ваше поведение таким образом, чтобы оно, это самое поведение, приносило вам пользу и результат. Значит, смотрите, если ваш молодой человек, да, ваш любимый, сомневается и не верит в вас, то эта проблема скорее его, нежели чем ваша. Если он сомневается в вас, это его проблема, не ваша. Знаете, если подобный аспект задевает вас по какой-либо причине, то с этим уже нужно разбираться именно с вами. Почему вас это задевает, за что вас это задевает и так далее, и так далее. Ну вот. Значит, если вы говорите, что, ну вот, молодой человек, значит, если вы хотите, чтобы молодой человек любил вас сильно, как вы говорите опять же, то это получается, что у вас есть потребность в том, чтобы он вас любил. И здесь, на мой взгляд, нужно в обязательном порядке определить, для чего вас нужно, чтобы вас любили сильно. То есть, как бы вы здесь не решали свои проблемы, именно свои проблемы, за счет, например, молодого человека. То есть, например, вы в себе, допустим, не уверены, вы, допустим, в себе сами сомневаетесь, а за счет молодого человека пытаетесь свою проблему решить. Вот это вот, если есть, то это не очень здорово. И, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно все-таки вот от этого отходить. И отношения с мужчинами и с мужчиной лично с этим выстраивать все-таки на более ценностной основе. То есть, у меня есть некоторые сомнения относительно того, как вы понимаете вообще психологическую помощь. То есть, вы сейчас просите за молодого человека, как бы, а не за себя. Но помочь мы можем только вам, потому что мы работаем только с вами. И, соответственно, вам нужно подкорректировать свое поведение. Но если вы собираетесь свое поведение корректировать, да, как-то, если вы собираетесь его корректировать, то нужно четко понимать, для чего вы его хотите подкорректировать, зачем вам его корректировать. Поведение, я имею в виду. Вот. И, соответственно, это нужно для того, чтобы вы себе не навредили. То есть, желая подкорректировать свое поведение, нужно это делать для того, чтобы максимально, максимально раскрыться самой. Вот, на мой взгляд, именно это является самым ценным и самым необходимым. Причем не факт, что мужчина примет вас, если вы изменитесь. И, соответственно, если вы готовы к этому, если вы согласны на это, то, соответственно, можно работать. С другой стороны, вы можете сказать, ну, что же мне делать, если он меня, например, не примет, что же мне делать тогда, да, то есть, ну, я не хочу его терять, например, вы можете сказать. И в этом случае, если вы не хотите терять мужчину, если вы не просто не хотите его терять, если вы боитесь его потерять, вот так вот, вот так вот мне даже кажется, нужно сказать. Если вы боитесь его потерять, то в этом случае можно говорить об элементах вашей зависимости, об элементах, значит, заниженной у вас самооценки и, соответственно, работать уже нужно будет именно с ней самооценки. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этого или нет? Другой вопрос. Интересно ли вам это или нет? Другой вопрос. Нужно ли вам это или нет? Это уже на самом деле вопрос другой. То есть, грубо говоря, грубо говоря, понять нужно следующее. Для чего я хочу, чтобы меня любили сильно-сильно, как вы, по сути дела, пишите? Для чего, почему вас не устраивает то, как сейчас, например, мужчина, да, к вам относится? То есть, опять же, я могу допустить, что он относится к вам, ну, постольку-поскольку, да, то есть не очень хорошо. Вот. Но получается, что в этом случае вы человека не принимаете, вы его таким, какой он есть, да, вы его не в силах принять. Вам нужен только тот, только такой мужчина, который любит вас. И любит вас не просто, а сильно. То есть, что само по себе, в общем, является, как бы, оценочным суждением. То есть, вы, получается, еще не каждую любовь, не каждое проявление любви примете в контексте вот, ну, в контексте себя и в контексте отношений. Поэтому я полагаю, что с этим вопросом тоже нужно разобраться, потому что любовь – это, в общем и целом, принятие. Да, у меня такое ощущение, что вы не принимаете. Вот такое у меня есть ощущение. Вот. И если вы не принимаете, то, соответственно, можно говорить о том, что вы и не любите. Ну, нуждаетесь – да, нуждаемость есть, но это не любовь, по сути дела. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаю, что мало, понимаю, что, наверное, недостаточно, но, тем не менее, тем не менее, да. Тем не менее, вот насколько вы написали свой вопрос, настолько, соответственно, я вам ответил на него. Вот. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Измены. Подписывайтесь на мой взгляд.